Всем привет! Сегодня расскажем и покажем, что собой представляет новая серия наушников специально для PlayStation 4 от фирмы Sony. Фирмы, они называются Platinum. Поддерживают игровую приставку PlayStation 4 ставится на мобильное устройство, то есть на телефон можно там через штекер, либо на компьютер, либо на Macintosh. PlayStation 3 уже видите на упаковке не анонсируется, Vita тем более. Подразумевается, что наверное это все возможно установить, но непосредственно драйверов как для PlayStation 4 уже на коробку не вынесено, то есть грубо говоря через стандартный поиск драйверов наверно все можно установить. Итак, посмотрим что же себе представляет вкладиновая серия наушников. Коробка чуть побольше, но в этом обзоре покажем предыдущие PlayStation 2, наушники PlayStation 2 серии. Так, вот коробочка, которая открывается и вот здесь находятся именно новые наушники от фирмы Sony, которые под серией Platinum, называется PlayStation Platinum. Так, посмотрим что еще в комплекте есть. Sony с каждым разом все минимизирует и минимизирует свои упаковки. Вот такая симпатичная коробочка. Положим обратно. Тоже в этой замечательной коробочке. Ну и комплектация. Это 3,5 мм штекер, чтобы подсоединять к мобильным устройствам, может к любому телефону. USB адаптер, с помощью которого подсоединяем к PlayStation 4, либо к компьютеру. Это micro USB, чтобы, наверное, подсоединять, заряжать и подсоединять к компьютеру или к PlayStation. Ну, колокола традиционно, плотненькие книжки, где подробно написано правила техники безопасности и как соединять все. Это у нас сумочка-чехол. Раскрывать не будем. Логотип PlayStation 4. Такая сумочка-тряпочная, в которую можно положить вот эти замечательные наушники. Ну, что вам скажем. Довольно хорошее исполнение, как всегда. Они складываются, как предыдущие наушники. Но, в отличие от предыдущей серии, у них довольно жесткая фиксация происходит вот этих частей. В обзорах мы видели, что вроде бы железные. Вот эта изготовленная часть крепления на наушниках вроде бы железные. Тут как-то покрашены в черном цвете. Будем доверять, что не пластмасска, что они намного надежнее, чем предыдущие. Потому что некоторые жаловали, что при частом использовании наушников они отламывались. Надеемся, что это не будет отламываться. Конечно, брюши из кожи очень мягкие и хорошие. Это алюминиевая дуга, которая расширяет по вашей голове. Потом, если потянуть вот эти штучки, даже уезжать должно. Вот видите, внутри сами наушники ездят. То есть, можно их увеличить и уменьшить. Все зависит от вашей головы. Это минимальная. Если мы сделаем на максимальную. Ну да, довольно большая. На шрек она лезет. Какие здесь особенности? В этой серии представлены она как гарнитура, не просто наушники. Уже два микрофона. Вот, может видите, одна дырочка и вторая. Что позволяет более четкий и, скажем так, хороший звук передавать с помощью их. Но профессионалы, которые тестили их уже непосредственно в играх, замечают только особенность, что, конечно, для профессионального озвучивания, например, тех же роликов, они не очень подходят. А если по чату говорить или переговариваться, это вполне-вполне себе. То есть, представьте, гарнитура, которую вы привыкли всегда, с такой откидной штучкой с микрофоном, ее нету. А за этого есть какие-то две точечки, которые вполне справляются с этими задачами. Так, ну а что здесь есть из штекеров? Это три с половиной. Мини-USB для зарядки. Громкость меньше-больше. Выключение звука. Это подключение 1, 2 или выключатель, когда вы коннектитесь с какой-либо, либо с приставкой, либо с компьютером. Это вот переходить на чат. Говорить либо саунд на музыку слушать. И вот здесь есть такой довольно маленький переключатель. Это, как мы знаем, вернее анонсировали, что эти наушники поддерживают 7.1 Plus. Плюс 3D-аудио. 3D-аудио сразу везде там с большими звездочками. Возможно прослушать в них только в отдельных специальных играх, которые для этого предназначены. Анонсировано пока, вернее, вышла одна-единственная игра. Это Uncharted 4. Путь вора, которая якобы поддерживает этот звук 3D. Ну, у кого есть игра, и кто приобретет такие наушники, наверное, будет возможность проверить, вправду ли там есть такой великолепный 3D звук или нет. Ну, что вам скажу. Good-Good. Довольно хорошее исполнение, как всегда, от Sony. Сейчас мы вам продемонстрируем предыдущие наушники. Достали. Упаковочка, как мы видим, на него уже побольше, объемистее. Мы уже макулатуру, штекеры всякие доставать не будем. Так, покажем, что у нас все здесь есть. Посмотрите, в наших порзерах предыдущих. Также замечаю, что даже Sony в этот раз сэкономила, вернее, на пакетах. Потому что вроде бы серия крутая платина, но пакетиков не предусмотрено. Так, давайте я, наверное... Эти тоже ездят больше дальше. Сразу делаем на максимальную. И сверяем. Идентичные они по работе. Ой, по размерам. Я имею в виду на голову. Принцип у предыдущих складываний точно такой же. Сразу отличие. Вот смотрите, видите, здесь пластмасса сплошная от пластмасса. Здесь у нас уже не пластмасса, а железка. Но они тяжелее, я вам скажу. Платинам тяжелее и... Ну, ненамного. Ну, как-то, либо потому что это алюминий и держится в руки, смотришь на него, думаешь, что как-то железка это пластмасса. Отличие конструктивное. Вернее, да, конструктивное это то, что здесь крепление из пластмасски. Потом вот эта дуга. Сверху пластик. Пластик, который гнется, ну, намного жестче, чем, скажем так, вот эта алюминиевая конструкция. Здесь вот просто прорезиненная такая резиночка. Ну, как я не знаю, это материал, который позволяет, чтобы она пружинена и голова опираться не в алюминию, а в леску. Здесь у нас, не знаю, как заменитель, наверное, с поролоном, который очень удобно и мягко сидит на голове. Так, ну, вот мы видим из кнопок чат-саунд. Те же кнопочки есть. Коннект с компьютером либо с PlayStation есть. Выключение звука, громкость и VSS. Не знаю, что это такое, не могу вам еще сказать. Ну, какой-то, наверное, аналог 3D surround, 3D звука, аудио. И все. А, ну, из 3,5 jack соединения и мини-USB для зарядки. По поводу зарядки скажу, что чуть ли не в два раза аккумулятор в Platinum серии дольше держит, чем в простых, предыдущих. Они еще бывают у нас просто вот Hardex 2.0, стерео гарнитура. Есть еще Gold. Вот, как на практике говорят, и проверяли люди, которые тестили в реальном времени на играх, то, что, да, аккумулятор держит дольше. Ну, да, будем доверять, что в два раза больше. По поводу адаптера, он чуть-чуть на предыдущей версии, вот на этих, он чуть-чуть другой конструкции. Ох, упал, извиняюсь. И функционал у него такой же, может радиус действия чуть-чуть увеличен. Ну, вот, скажем, вот эти наушники, они великолепные, хорошие. Тут, кстати, один микрофон, и то расположен вот здесь. Вот с ним, с ним, в чате было все хорошо, замечательно слышно. А вот по поводу звукопередачи других программ, либо для записи, очень много было потусторонних шумов. В этих наушниках уже шумы значительно меньше, но все равно профессионально они не подтягивают к тому микрофону. Если вы профессионально занимаетесь записей аудио, звуком, то, наверное, имеет смысл приобрести какие-то специальные микрофоны. В собранном виде они идентичны. Если мы еще чуть-чуть вот так вот соберем. Ну, в карман пиджака не влезет, но в сумку туда влезет. Вес я не знаю, она меньше килограмма, или около килограмма, или меньше. Так что, вот такой обзор у нас произошел. Смотрите, цена, цена. В предыдущей версии, грубо говоря, пять тысяч. Пять-шесть тысяч разнятся цены. В платиновом серии в два раза больше. От 11 до 12 тысяч. И вам выбирать. То есть, если у вас есть возможность приобрести более дорогие, то, ну, наверное, стоит приобретать. И если у вас уже не хватает денег, приобретите обыкновенные, не платиновом серии. Ну, я думаю, тоже не сильно будете жалеть. Единственное, что, может, на видео на YouTube очень много увидите разочарований по поводу вот этого крепления. Ну, я не знаю, это как надо часто складывать и доставать это. Ну, можно жжить, наверное, с этими наушниками. Тогда будут, они, вернее, сломаются. А так, вот, на практике, у кого у нас приобретали такие наушники, ни у кого не возникали проблемы именно с этими креплениями. Все.